Добрый день, дорогие друзья! Это программа «У Татьяны. Наша песня». Сегодня мы беседуем с композитором, певицей, педагогом Раисой Садет-Шак. Здравствуйте! Раисочка, очень рада вас видеть. Как вы поживаете? Вполне. Для марта месяца вполне, потому что тает. Ну, держусь, держусь. Я думаю, что дело к весне, к лету, уже настроение лучше. Безусловно. Раис, мне хочется задать всего один вопрос. Наша традиционная отечественная песня, которую мы любим, которую мы поем, которая вот звучит уже много лет, это песня. Жива? В каком-то смысле да и в каком-то смысле нет. Вообще песня, конечно, жива, потому что музыка, наверное, это одно из немногих, что живо остается. Я смотрю по детским песням Шаинского, да, сколько поколений. То есть лучшие песни, они, конечно, остаются. Абэ самэ мучо, да, ну, то есть, конечно, если в песне есть какой-то важный месседж, какой-то важный месседж, я не знаю, как это назвать, какое-то зерно в музыке и в тексте, тогда, конечно, эта песня получилась, и эта песня есть, и она навсегда. Безусловно. Другое дело, что, ну, мне кажется, хорошая песня, она не может не быть известна. Ну, вот она не может не прийти к слушателю, как мне кажется. Потому что многие говорят, а представляешь, сколько песен, так сказать, вот не дошли до слушателя. Ну, не знаю, вот это спорный вариант. Но все-таки песня, конечно, жива. Вот на выходе она, конечно, жива. Вот лично для меня, потому что песня – это жизнь. Она помогает жить, она помогает состоянию, настроению. И, конечно, хорошие песни, безусловно, останутся. Те, в которых заложен смысл, в которых заложен вот этот месседж, я не знаю, как это объяснить, вот это сообщение – это энергетическая штука. В каком состоянии человек в этот момент был, да? Если это не совсем он сочинил, как правило, хорошая песня – это не совсем ты сочиняешь. Это что-то вот извне. Раз и собирается. И вот поэтому… Да, да. Мы только, знаете, мы только обжигаем горшки, да? Не боги обжигают горшки. А вот приходят, а приходят, конечно, откуда-то. Мы такие просто вот… Кто-то поймал, а кто-то не поймал. Вот кто поймал, да, тот сделал. И правильно перевел. Конечно, наверное, с искажением, вот кто с меньшим искажением передает эту информацию, вот я совершенно уверена, поймал правильно, вот, тот и, наверное, точнее это может донести. Вот тот, кто правильнее слышит, может быть, я не знаю, как это назвать. Вот композитор, который услышал правильно и передал правильно, но через него прошло, он как проводник. Вот совершенно уверена, что вот настоящая музыка и настоящая песня – это, конечно, не совсем ты. Просто ты успел, ты успел поймать первым, может быть. А если не успел, то уже кто-то другой, то уже кто-то другой может что-то сделать похожее или… Ну, да, да, мысль, мысль как бы эту успеет первой передать. Вот, так что вот… Я должна признаться в своих некоторых таких тайных предпочтениях. Мне очень с вами хотелось поговорить на эту тему. Почему? Потому что вы для меня, в моем понимании, являетесь неким таким звеном между поколениями. Ваша мама, поэтесса, это как бы мое поколение. Вы, поколение, и очень много общаетесь, конечно, и со своими учениками, студентами, ну, естественно, с детьми и с молодежью. И мне вот это ощущение ваше очень важно. Сейчас вы сказали какие-то такие обобщенные слова. Я бы перевела на язык моего поколения немножечко иначе. Мы, когда на песенной комиссии собирались, и из песенников-классиков, ну, так получилось. Нам чаще всего приходил Серафим Сергеевич Туликов. Он уже был весьма по чтенам возрасте. Но прослушав сочинение, ну, очередное сочинение композитора, он всегда спрашивал, а к чему зовет мой песня? То есть вот этот мысль, он, я понимаю это такими словами, к чему призывает его песня? Песню просто так он не мог воспринять, что вот просто, ну, для чего-то, для чего-то. Ну, мне кажется, что существуют разные планы, разные градации песни. И в каждой градации, наверное, есть хорошая песня и не очень, более точная, да, точно попадающая и не точная, примерная. Вот я люблю песни настроения, это тоже имеет смысл, да, то есть когда у человека такое состояние, он получает вот эту песню настроения, в ней может быть даже немного текста, но она дает какой-то правильный заряд. То есть тоже там какой-то внутренний месседж, да, который, ну, ты не можешь понять, вот такая вот, поймал он этой антенкой что-то важное. Тут очень сложно говорить, тут, да, может быть, к чему-то и призывает. Наверное, самые главные песни, самые главные песни, конечно, они несут очень серьезную какую-то еще смысловую нагрузку, безусловно. Те песни, которые, ну, такие глобальные и важные. Я не про пафосные песни говорю, нет, а вот именно такие настоящие с хорошим текстом, потому что без хорошего текста в русской песне делать нечего. Вот, совершенно точно. Вот, у нас сложнее задача, песенная история, она намного сложнее. Я вот всегда своим детям, студентам говорю, понимаете, мы еще с текстом очень связаны. Если мы не попадаем в интонацию, если мы не выражаем точно мысль, если есть что выражать, понимаете, бывает, что еще и нечего выражать. В тексте ничего нет, тогда вообще ничего не получается. А вот если есть текст и музыка, которые совпадают, которые органичны друг с другом, и еще там важность, смысловая нагрузка, помимо месседжа в музыке, да? Ну, вот песня очень сложный жанр. И поэтому те, кто думают, что это легко, нет. Это как короткометражный фильм сложно сделать. Вот короткометражку на три минуты намного сложнее сделать, чем огромный фильм художественный. Вот то же самое с песней, она на три минуты где-то в среднем, да, три с половиной. И вот в ней должно быть зерно, ничего лишнего. И мелодика очень четкая, отчетливая. И текст очень четкий. То есть размазывать нельзя. И вот тогда получается, я не знаю, это Шлягер назвать или как, но получается хорошая песня. Потому что Шлягер Шлягеру тоже рознь. Разные градации есть в любом стиле, да, в любом жанре. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, конечно, песня жива, если по-настоящему, если по-настоящему жива и будет жива. Рая, это с одной стороны, потому что ответ, по-моему, с этого и начался. С одной стороны и с другой стороны. А вот если о другой стороне будем говорить? Другая сторона вы имеете в виду что? Во-первых, надо не забывать, что сейчас очень мало песен в эфирах на федеральных каналах. Это надо, конечно, учитывать. А талантливые люди как были, так и будут, особенно в России, в сложнейшей стране. Конечно, они были и будут. Другое дело, насколько это доходит до слушателя, до зрителя. Я думаю, что благодаря интернету, благодаря каким-то носителям мы можем найти, но это надо копать, искать. И, конечно, очень хорошее и настоящее, и качественно, его немного. Его не может быть много. Его и не должно быть много. И, конечно, уже время рассудят. Вот то, что останется, и то, что будут напевать, и то, что будут использовать, я не знаю, в кино, использовать, может быть, в спектаклях. Я не знаю, то есть, в принципе, у каждой песни еще своя судьба, да, но вот без самого мучи, в принципе, она вот как была, так и осталась. Единственная песня, которая сочинила вот эта композиция. И она кормит до сих пор все ее поколения. Поэтому какие-то непредвиденные ситуации бывают. Непредвиденные. И, конечно, еще дело вкуса. Но русская песня, она, конечно, какая-то особенная, безусловно. Вот для меня, для меня, вот главная песня, главная песня, вот лично для меня, это «День побед» Тухманова. Вот я считаю, что эта песня никогда не умрет. Во-первых, она связана с Побиарной, исторически. Во-вторых, она настолько не надоедает и современно всегда, и мелодично, и с потрясающим текстом, не раздражает. Потому что вот очень сложно сделать такого рода песню, это патриотика там. Я не очень это люблю, я не люблю вот этот пафос. И Тухманову это удалось потрясающе слышать. Я считаю, что это вот самая главная песня, вот лично для меня, которая совершенно не устаревает и не будет устаревать. И видно, что она не сделана, знаете, по заказу, а она сделана, вот она родилась. Это тоже очень важно, конечно. Ну вот, вот как-то так. Для меня, вот видите, она же живая, эта песня. Значит, это говорит о том, что настоящая песня, безусловно. Ну и, конечно, наверное, еще все-таки тематика важна. Если ты говоришь о вечном, да, и о каких-то важных событиях, да, и если это удачно, то песня будет жива. Потому что она интересует. Она затрагивает, она задевает тебя. Другое дело еще, конечно, исполнительство, да. Но я говорю именно про вот это совпадение текста. И исполнительство мы в данном случае, в данном контексте, мы не берем. Да, да. Мы говорим о песнях, как о художественном произведении. И тут, вот, мне интересно, вот именно ваше мнение, как вы ощущаете сегодняшнее, ну, раньше говорили бытование песни, то есть сегодняшнее существование песни, та экосистема, в которой существует песня. Безусловно, ей сейчас сложнее, потому что раньше как-то больше, что ли, любили авторские песни, как-то это больше работало. На сегодняшний день очень много каких-то кавера, то есть очень часто артисты не ищут авторской песни, они не хотят быть первыми исполнителями. Настолько вот что-то, искажение какое-то произошло. Но я думаю, что все равно настоящий артист, настоящий певец, настоящий композитор, они все равно будут создавать. И, безусловно, этих хороших песен не будет много. Их и не должно быть много. Это штучная история, это эксклюзивная история. Она на потоке не может быть. Вот как мне кажется, как произведение искусства, как картина, как любое произведение искусства, оно штучное, и тем оно и ценно. Вот как я думаю. Не может быть много, правда. Даже у того же одного композитора, ну, вот, наверное, за всю жизнь это небольшое количество. Хорошо, если несколько таких очень классных песен. Да даже хорошо, если вообще одна. Вот День Победы, и, в принципе, Тухманову можно было уже больше ничего не писать. И там пластинка вот его великолепно, по волне моей памяти. Все. Понимаете, вот после этого можно было уже не писать. Но он не может не писать. Он потрясающий у нас. Ну да, мы сейчас не о творчестве композитора говорим, мы говорим конкретно о песне. Рай, вы в своей вот такой заинтересованной речи сказали о том, что я хотела спросить, но не стала спрашивать. Именно я просила вы назвать так, назвать ту песню, которая вам нравится. Вы уже ответили на этот вопрос, потому что этот ответ вытекает из всего того, что вы сказали. Как я вас поняла, вот это ваша мысль, ваше мнение о том, что сегодня происходит. И какая песня является знаменем вот такой идеи, вот такой мысли, вот такого мировоззрения. Я правильно поняла? Да, да. Мне нравятся вот такие какие-то глобальные вещи. Но вот если выбрать одну песню, допустим, вот какая для меня песня важна, это, конечно, День Победы. Конечно, безусловно, много чего есть. Безусловно. Но если вот одну выбрать, вот лично для меня, это все-таки День Победы. Не взирая на то, что я очень люблю лирику, не взирая на то, что я люблю очень песни про любовь, про какие-то тонкие вещи. Но вот эта песня, она очень значимая для меня. Вот лично для меня она важна. И она каждый раз, я чувствую, что-то новое в ней нахожу. Мне нравится ее структура, мне нравится ее мелодика, мне нравится текст. Все это совпадает. Гармония, баланс. Понимаете? И вот тогда песня, вот тогда она есть. Брай, совпадает с внутренним ощущением. Мало того, что песня как бы объективно хороша, да? Она совпадает с внутренним ощущением. И это, наверное, разделяет миллионы людей, потому что недаром столько лет живет эта песня. Несмотря на то, что ее принимали сначала весьма жестко и достаточно холодно, то песня, вот эта песня жива. И как я понимаю, значит, и в целом песня жива. Абсолютно, конечно, 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 песня жива, конечно. И в каждом стиле есть своя и несколько своих песен, которые, конечно, останутся надолго-долго-долго. Безусловно, меняются поколения, безусловно, меняется какое-то понимание этого мира, да? Мир меняется, люди меняются, все меняется. Но, мне кажется, основная... Ну, слушайте, ну бах-то остался. Все равно он остался, и никуда он не денется. Ведь не меняются наши чувства. Тот, кто любит Родину, он ее любит. Если есть космополит, пожалуйста, это человек с другим пошли. Если человек умеет любить, он умеет любить. Если тебе это безразлично, если ты можешь прожить и так, ну живи, пожалуйста, никто тебе не мешает. Да, безусловно, это дело еще вкуса, да? Очень важно, какой вкус мы прививаем. Ну, это с детства, это семья, это воспитание. И поэтому, чем больше мы будем прививать хорошую музыку, да, настоящую музыку. Потому что хорошая, она для меня хорошая, для кого-то нет. Настоящая. А настоящая, она как-то чувствуется. Оно энергетически другое, настоящее. Вот оно какое-то настоящее, не искусственное. Очень чувствуется придуманное, искусственно. И чувствуется, когда вот антенка вот была у человека, и он принял сигнал, и пропустил через себя, и выдал. Вот это замечательно. Это очень чувствуется, когда на одном дыхании. То, что находит отклик. Не то, что оставить его замкнутым в каком-то мерке, что тоже может быть. И то, что мы наблюдаем, допустим, в академической музыке, где, ну, сфера применения, скажем так, более узкая. А тут принимается огромное число мерк. Правильно. Да, оно какое-то, понимаете, настоящее, оно какое-то живое. Настоящее, оно какое-то иногда даже неуловимое. И ты не понимаешь, как же это сделано. Но ты сразу это воспринимаешь, как целое, целое произведение. И это потрясающе, когда ты не понимаешь, как мастер это сделал. Вот когда ты не понимаешь, как мастер это сделал. И совершенно столько эмоций от того, что ты там, допустим, видишь или слышишь. Вот тогда это гениально, я думаю. Безусловно. Безусловно. Правда. Ну, огромное спасибо. Очень интересное мнение. Очень интересное. Вот такое мнение. Я вас целую. Счастливо. Мы решили продолжить, Сарай, нашу беседу. Потому что тема, которую мы затронули, во всяком случае, меня очень волнует. И когда я спросила у Раисы то, что я хотела спросить, она ответила в том ключе, который для меня очень и очень интересен. Рая, скажите, пожалуйста, вот песня. Песня и дальше. Что еще? Ну, вот у меня такая мысль пришла, что вот там, жива ли песня, да? Ну, вот мне кажется, что если песня все-таки удалась, но это иногда очень спонтанно. Человек может даже и не знать, насколько здорово он сделал. Иногда он даже не успевает понять за свою жизнь. Бывает при жизни, бывает после. То есть как бы песня переживает самого человека. И вот такая мысль, может быть, она, ну, как бы понятная, но хочется все-таки как-то сказать, что мне кажется, что не только песня жива, но сам человек остается жив навсегда. На долгие-долгие года именно это то, что остается после творца, после человека. Вот его эта энергия, которая воплотилась в этом прекрасном творчестве. Если, конечно, это действительно удалось. Это никогда не делается специально. Это делается, ну, вот как-то жизнью. Оно либо происходит, либо нет. Вот это чудо. Вот это чудо. Он услышал. Он правильно услышал и правильно передал. Практически без искажения эту информацию. И вот это чистое искусство, вот эта антенка чистая, которая передала. И если он это действительно очень здорово передал и услышал, то, наверное, он жив всегда. Вот тот же Шаинский, это, конечно, люди, которые, ну, будут живы, наверное, очень долго. То есть пока мы поем эти песни, пока мы смотрим вот эти гениальные мультфильмы, да, там, «Ежик в тумане», еще что-то. То есть настоящее искусство. Тогда, да, тогда сам человек жив. Не только песня жива. Благодаря вот этой хорошей песне, этой хорошей музыке, этому хорошему, правильному искусству, там, хорошее кино, да, эти люди живы. Потому что это единственное, что остается от человека. То, ради чего он, может быть, пришел на эту землю. Вот. И вот как-то хочется сказать, что не только песня жива, но сам человек жив, безусловно. Правильно. Я абсолютно согласна. И, по-моему, это очень правильное такое дополнение. А тем более мы много общаемся с творческими людьми. Единственное, наверное, вы прекрасно знаете, что в среде композитора, ну, и поэтому, конечно, в быту, и такое уже, ну, такое выражение, конечно, бытовое. Иду писать не ты. Ну, и хорошо. Пусть. Пусть люди думают об этом. Вообще, мне кажется, что специально это невозможно сделать. Но вот эта вера в себя, и, может быть, это действительно как мотивация, это, ну, как бы, помогает, дает движение, дает посыл какой-то. Ну, кто знает, бывает и так. Но, как правило, вообще, как показывает жизнь, конечно, это делается совершенно не специально. То есть человек даже и думать не думает о том, чтобы остаться там на долгие, на долгие года. Он просто это делает, потому что это необходимо ему, потому что это его потребность. И он это выплескивает так, как он умеет, так, как он это чувствует, так, как он это понимает. Как правило, это очень скромные люди, которые совершенно об этом не думают. Совершенно. Это уже время ставит все на свои места, безусловно. И поэтому те, та музыка, то искусство, которое останется, да, которое не будет навязываться, а просто будет, вот это, наверное, оно и есть. Вот то самое настоящее, в чем и остается жив этот человек. И это время, кстати говоря, время, в котором он писал, время, в котором он находился, в историческом времени. Вот. Поэтому все очень интересно, все очень интересно и все очень не специально. Я абсолютно в этом уверена. Да, но я это сказала, потому что говорится это в шутку, потому что совершенно никогда нельзя предугадать. Я просто не хочу сейчас выходить за рамки программы, но я бы могла назвать случай, когда человек говорит. Я настолько удачно написала, это моя самая удачная песня, это просто, ну, он доволен невероятно. И ничего не происходит. А бывает совершенно не обратить внимания, и происходит что-то совершенно другое. Да, да, ну, понимаете, вот это то, о чем я говорила, это не совсем этот человек. Это вот, когда такие вещи происходят, это не совсем этот человек, он просто передатчик. Вот я совершенно уверена, что просто вот идет информация, и человек ее выдал правильно, вот сумел это передать. А кто-то не заметил, не услышал, может быть, мог бы, но не услышал. То есть это, конечно, это, конечно, талант, это, конечно, природа, это, конечно, очень тонкое понимание мира и слышание мира. Ну и, конечно, я думаю, еще образ жизни. Вот от образа жизни тоже очень многое зависит. Ну, все вместе, Раиса. Поэтому мы настолько, ну, я про себя говорю, настолько много не понимаем, поэтому мне очень интересно поговорить и с вами, поговорить и с другими людьми. И я уже должна сказать, что в процессе вот такой программы, да, задавая один и тот же вопрос, люди меня просто поражают. Так же, как и вы сегодня меня поразили своим ответом, потому что я, вообще-то, не ожидала именно такого. Я сама от себя не ожидала. Видите, как бывает. Я особо не задумывалась, но вообще задумываюсь все равно, конечно, вот по поводу каких-то вот действительно таких вот вещей, потому что действительно ведь, вот если это остается, значит, человек-то жив. Вот и все. Вот и все. Да, безусловно. Раечка, спасибо. Да, ну, как-то хотелось просто дополнить, что мы живы, пока есть песня, песня жива, если мы в ней есть. Ну, в общем, как-то интересно, как-то интересно. Вот. Так что будем делать песни, будем делать музыку. Спасибо, Рэй. Спасибо. 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 Спасибо.